Добрый день, друзья! Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию векторный муштабель. Это новая версия моего уже хорошо зарекомендовавшего себя инструмента. Напомню, что муштабель служит для упора руки при тонкой работе над мелкими деталями картины. Этим инструментом можно пользоваться так же, как и моим двузвенным муштабелем. Третье звено в этом случае хорошо держится закрепленным и не мешает при работе. Инструмент при этом имеет очень высокий коэффициент сопротивления. В раскрытом состоянии третье звено муштабеля позволяет значительно увеличить площадь рабочей зоны. Инструмент имеет возможность закрепления на любой из четырех углов подрамника. Также он может быть закреплен на центральную или боковую рейку мольберта с помощью дополнительной прокладки. В этом случае инструмент становится стационарным, единым целым с мольбертом. При этом зона его покрытия становится очень большой. В полностью разложенном состоянии его длина 107 см, плюс рука с кистью могут добавить еще около 15 см. Третье звено инструмента может не только значительно увеличить рабочую зону, но и служит линейкой для проведения достаточно точных и ровных линий кистью на холсте в любых направлениях. Именно третье звено имеет все степени свободы для построения любого вектора на плоскости изображения. Длина проведенной линии может быть до 40 см. При необходимости ее можно продолжить. Все мы знаем, насколько сложно провести ровную и равномерную по толщине линию кистью по свежей краске. Данный инструмент во многом снимает эти трудности. С его помощью при совсем небольшой тренировке вы сможете проводить достаточно точные, уверенные линии, реалистично строить предметы и объекты в линейной перспективе. Ваши линии на холсте могут быть очень точными, тонкими и аккуратными, чего очень сложно добиться рисованием от руки. Для отрисовки нужно лишь выставить нужное направление и без давления провести линию. Для этого кисть лучше держать под небольшим углом к холсту. Движение должно быть неспешным, чтобы контролировать давление на пучок кисти. Со временем вы научитесь делать это быстро, причем ваши линии будут равномерными по толщине. Сильно прижимать кисть к линейке и холсту не стоит. Очень скоро вы поймете, как оптимально проводить линию. Можно немножко потренироваться на коротких отрезках. Для проведения качественных линий желательно брать кисть с достаточно длинным пучком. Также важно правильно разбавить краску, чтобы линия могла долго тянутся. Опираться на линейку можно тремя вариантами. Только кистью, кистью и рукой, и только рукой. Можно подобрать для себя наиболее удобные. Вот это, по-моему, оптимальный способ проведения линии. Во время работы можно слегка прижимать инструмент свободной рукой или же оттягивать его от холста, но не обязательно. Через небольшое время вы поймете, как оптимально работать. А при небольшой сноровке можно проводить и достаточно сложные фигурные линии. Также третье звено может быть задействовано при проведении достаточно коротких ритмичных линий в одном заданном направлении. С его помощью удобно выполнять штриховку. Третье звено, как оказалось, очень удобно для проверки симметрии нарисованных предметов. Ее ровная, четко выставленная линия покажет искажения в формах симметричного предмета, что для многих является проблемой. Также третье звено инструмента может помочь проверить перспективные сокращения нарисованных предметов. При желании можно легко снять одно звено, тем самым облегчив инструмент и превратить его в классический двузвенный муштабель. Вот еще вариант применения инструмента. Так он немного короче, зато максимально жесткий в работе. Как и прежде, при необходимости к инструменту можно прикрепить увеличительное стекло или мини-палитру для точной работы с деталями и цветом на места. А вот вариант прикрепления микропалитры к муштабелю, но это уже для профессионалов. Инструмент этот универсальный. Закрепленный на мольберте, он может работать как на очень больших поверхностях, так и совсем небольшими миниатюрными размерами. Муштабель также удобен в работе художнику-левше. Продукт это новый и, возможно, со временем найдутся еще какие-то сценарии его применения. Инструменты обладают высоким качеством изготовления. Муштабель сделаны из бука, стали и покрыты несколькими слоями трехкомпонентного алкидного лака. Муштабель очень надежен, прочен, рассчитан на бессрочное использование. Инструмент запатентован. Пока векторный муштабель выпускается в одном размере. Позже, возможно, к нему добавится еще один или два варианта. Более подробная информация о вариантах муштабеля и ценах в описании к видео. Успехов в творчестве и всего наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok